Как минимум три исключительно осведомленных высокопоставленных источника, не азербайджанских, рассказали мне, что 27 сентября 2020 года именно вооруженные силы Армении первыми нанесли массированный удар с использованием артиллерии ИРССО по территории Азербайджана. Как передает Ахарас, таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Караченко. По его словам, замысел данной провокации был разработан и утвержден министром обороны Армении Давидом Танаяном в августе 2020 года. В Ереване думали, что инициированные армянской стороной перестрелки продлятся дней 5-6. На этом все и завершится, а Армения в очередной раз продемонстрирует в кавычках «молодецкую удаль и мощь». Так действуют гопники, когда пытаются взять на конд. Армения хотела держать «Азербайджан» в кавычках в тонусе. В ответ в Баку было принято решение наказать провокатора по полной. Началась контрнаступательная операция «Железный кулак» с самыми решительными целями. Уже на пятый день боевых действий Минобороны Армении утратила централизованное управление войсками. Через 44 дня армянская армия была разгромлена, Ереван капитулировал. Отмечает эксперт. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.